Вы продвигаете сайт, но у вас странички не хотят никак расти. Скорее всего, вы забыли сделать так называемую перелинковку. Что такое перелинковка? В зарубежных СМИ вы можете найти кросс-линкинг и интернал-линкинг. А перелинковка – это фактически проставление ссылок между документами вашего сайта между собой. И ваша задача – снабдить все документы ссылками, которые вам доступны. Перелинковка бывает внутренней и внешней. Мы постараемся уделить внимание как первой, так и второй. И, конечно же, по поводу перелинковки здесь мы коснемся и как раз и бэклинков тоже. На самом деле, хоть они к перелинковке отношения не имеют. Но мы сегодня эту тему тоже чуть-чуть затронем. Почему? Потому что есть разные варианты так называемой перелинковки. Меня зовут Николай Шмычков, это команда SEO Quick. Поехали! Давайте разберем определение. Перелинковка бывает внутренней и внешней. Вот перелинковка внутренняя или интернал-линкинг – это ссылки, которые ведут на страничке вашего сайта того же домена. В то время как кросс-перелинковка или кросс-линкинг или внешняя перелинковка – это фактически проставление ссылок для объединения сайтов между собой. Например, у вас есть несколько сайтов и ваша задача их перелинковать между собой. Поэтому существует два вида перелинковок. В первую очередь давайте поговорим про внутреннюю перелинковку, зачем она нужна. Во-первых, есть такое понятие как PageRank. И если ваш сайт уже достаточно имеет достаточный вес, то есть мы говорили в прошлом видео про расстояние между ссылками от авторитетных сайтов до вашего сайта. Если вы этот канал как следует вырастили, то задача передать теперь вес всем остальным страницам и передать их равномерно и по нужным запросам. То есть, чтобы тематичность передачи не нарушалась. Поэтому здесь очень важно правильно проставлять перелинковку. И давайте разберемся, какую перелинковку и как нужно делать. Для этих целей мы пойдем к тому, что в первую очередь нужно четко прорабатывать анкоры. Как узнать анкоры нашего сайта? Давайте перейдем в Webmaster Google, выберем один из ресурсов для того, чтобы это посмотреть. Например, мы возьмем этот ресурс и посмотрим самые популярные его страницы. Мы посмотрим самую популярную страницу, допустим, код коммерческого типа и посмотрим, по каким анкорам она аранжируется. Вы видите список анкоров, которыми нужно работать. Берите диапазон не за годы, а за какой-то последний период, потому что он чаще всего является реально актуальным. И выписывайте те запросы, по которым вам реально нужно показываться. Отсортируйтесь по показам и выпишите все эти анкоры. Это не трудно, можно это просто скопировать их как угодно. То есть вы можете скачать это в виде документа, то есть все варианты доступны. То есть можно сделать и даже просто, вот как я сейчас это сделал, вставить все эти документы и работать с ними. Итого у нас есть список анкоров, которые нужно искать. Следующим действием нужно понять, а где находится релевантный контент. Конечно же это нужно делать на сайте. Мы берем этот запрос и конечно же вбиваем, допустим, автоклав купить и копируем наш сайт. Таким образом мы смотрим на наш сайт и смотрим куда его можно разместить. Понятно, что эта страничка нам не нужна, эта страничка нам не нужна и все подразделы тоже этой странички нам не нужны. Но, например, нам помогут какие-нибудь там блоги по одной простой причине. Почему не нужно размещать ссылку на уже внутренних страницах? Потому что ссылка чаще всего уже размещена в виде перелинковки в виде хлебной крошки. То есть один из способов перелинковки это хлебная крошка. Как вы видите, вот все есть релевантные страницы, на которых можно поставить эту ссылку. Поэтому, а проверить поставленная она или нет, можно легко проверить и эту проблему решает хлебная крошка. Окей, с основным анкором мы разобрались, его можно решить хлебной крошкой. А как разместить остальные? Давайте, наверное, мы исключим из этого списка все странички, которые вот такие. И скорее всего увидеть должны как раз все остальное. То есть вот если мы исключим автоклавы, то есть по идее мы должны будем увидеть другие страницы. Ага, мы увидим отзывы, мы видим полезные статьи. Какой автоклав лучше, газовый или электрический? Вот мы увидели статью. То есть скорее всего наша задача надо будет искать в блоге. То есть перелинковать нужно будет блог. Поэтому мы так и сделаем. Вот, и давайте посмотрим внимательно. То есть, sorry. И давайте посмотрим. Мы сейчас возьмем вот так. In URL. Блог. Таким образом, по идее мы должны будем начать искать. Да, вот так мы выведем строго блог конкретного сайта. Вот, и мы смотрим. Вот у нас есть список статей, где нам нужно поставить. Следующий анкор, это наша задача понять, где его лучше установить. Поэтому наша задача искать, где упоминается этот анкор изначально, где он уже подсвечивается. Это идеальный вариант, вот сразу выбирать такие статьи. То есть, где встречается, что этот анкор мелькает. Обратите внимание, что цена является релевантным анкором. Вот видите, Google его подсвечивает. Таким образом, можно работать. Поэтому работаем со словом купить и ищем, где оно расположено. Вот вы видите, купить автоклав. Вот этот анкор, он уже здесь, правда, проставлен. То есть, просто он здесь почему-то подсвечивается. Он уже здесь есть и проставлен. То есть, на самом деле, все анкоры есть. Это, кстати, ошибка, что он не высвечивается. Это нужно поправить. Но это, чтобы вы понимали, что ссылка есть. Точно так же ищем здесь купить. И смотрим, встретится анкор или нет. Вот здесь нет. Здесь анкоры нет. Поэтому здесь я бы его поставил. Вот и таким вот образом вы вылавливаете релевантные странички и вытаскиваете все эти статьи. Это, собственно, самая простая перелинковка по анкору. Напоминаю еще раз. Зашли в вебмастер, выбрали страничку, выбрали в выдаче запросы, нашли, где ее лучше расположить. Проверили, есть ли у вас хлебная крошка для того, чтобы зацепить коммерческий раздел. И если это для интернет-магазинов идеально. И если мы говорим о статьях, проверили статьи, в которых уже релевантно анкорчик можно разместить. Вот, собственно, это простой урок, как делать перелинковку по ключевому анкору. Давайте на примере разберем, как делается перелинковка на практике самым простым способом. Задача номер один. Ваша задача собрать ключевые слова, по которым вы будете ставить анкоры. Ну, то есть, по которым вам нужно поднять позиции. Для этих целей мы заходим в наш Google вебмастер, выбираем результаты поиска, берем какой-нибудь диапазон поменьше, за дней 7, например, или за 8-28 дней. Выбираем нашу страничку, которую нам нужно продвигать и отсортированную информацию по показам. Результаты нам нужно сохранить. Конечно же, мы их сохраняем и вставляем, допустим, в нашу Google табличку. Вот, и нам есть. Первый анкор, который нам нужно проставить, это, конечно же, главный анкор, который должен стоять везде. Поэтому способ номер один для интернет-магазинов, в частности, либо для сайтов услуг, является фактически эта перелинковка. Зайдем на наш сайт и проверим, стоит ли у нас эта перелинковка на запрос автоклав. Например, самый простой способ. Для этих целей мы вбьем наш сайт и вбьем слово автоклав и возьмем там сайт автоклав. Мы увидим, где слово автоклав встречается. Мы видим, оно здесь встречается, здесь встречается. И, конечно же, можно легко себя проверить. Есть это упоминание этого слова непосредственно в хлебной крошке. В любом товаре в хлебной крошке оно есть. Да, это тоже учитывается, наличие анкора в хлебной крошке решает вопросы с основной перелинковкой главного анкора. Что делать с остальными анкорами? Например, анкор автоклав купить. Куда его вставить? Как его вставлять? А, конечно же, нет смысла его вставлять фактически в наши странички, потому что у нас уже мы ссылаемся на эту страничку. То есть, не нужно делать 500 одинаковых анкоров с одной страницы. Делайте каждый раз, размножая их по другим страницам. Здесь подойдет как раз информационный раздел блога. Например, можно по такому запросу, по URL, где у вас находятся статьи в блоге, по вашему сайту, по вашему анкору, вбить запрос и посмотреть, какие статьи можно вставить. И обратите внимание, идет подсветка сразу ключевых слов, где можно работать. Проверяйте сразу странички, где у вас есть анкоры и вот ставьте, соответственно, ссылочки. Если здесь, вы видите, ссылочки нет, ее нужно, конечно же, вставить. Как ее вставить? Заходите непосредственно в админку вашего сайта и находите эту статью и редактируете контент, вставляя ссылку, чтобы это был у нас анкор. Вот, например, чтобы потом в итоге это выглядело вот так. То есть, вот ссылка, вот по таким кодам, ахрев, ссылка на сайт, без всяких параметров, без ничего и конкретно анкорный текст. Вот он, собственно, идет. Вот, и, соответственно, ставите таким образом ссылки и делаете себе перелинковку. Вот простой урок, который вам нужно усвоить. И короткая инструкция, что нужно делать. Во-первых, выбирайте стратегически важное значение странички для перелинковки. То есть, страничка, которая вам не нужна, перелинковывать ее не обязательно. Страничка, которая несет коммерческую ценность и которую нужно продвигать, перелинковывать нужно обязательно. Поэтому после создания контента на вашем ресурсе, это блога, статьи, информации, любых разделов, инструкций, обязательно нужно будет заняться этой самой перелинковкой и перелинковать разделы между собой. Я знаю примеры сайтов, которые состоят из небольшого количества страниц и ранжируются довольно-таки неплохо. Но для того, чтобы ранжироваться с конкурентами, чаще всего вы замечаете, что конкуренты начинают наращивать себе мускулы, создают себе информационные разделы, создают себе большие сайты и таким образом прилично себе наращивают контент. Есть, конечно же, риск превратиться в блог. А нужно быть сайтом. Нужно не превращать свой сайт в блог. Если вы видите, что информационного контента становится у вас много, выносите его на поддомин и уже линкуете с вашего поддомина ваш основной сайт. Да, фактически таким образом вы переливаете информацию с поддомина на ваш основной сайт и таким образом тоже это все участвует в перелинковке. В этих целях старайтесь не переборщить с контентом информационным и старайтесь уделять внимание коммерческому контенту на вашем ресурсе. Помните, что доля коммерческого контента должна быть больше, чем доля информационного. Исключение, конечно, составляет всевозможные SEO-студии, в которых на самом деле блоги находят, это фактически их основной источник заработка. Может быть еще какие-то ниши вы знаете, в которых блоги являются основой, напишите в комментариях. Но интернет-магазины, когда перерастает определенный предел, уходят в поддомины, потому что очень важно, чтобы трафик шел на коммерческие страницы, а не на информационные. Вторая ошибка, которой вы можете столкнуться, это подбор неправильных анкоров. Я показал пример, как подбирать анкоры, как говорится, через реальную семантику. Но на самом деле вы должны вытащить все анкоры по всем таким страничкам и избавиться от дублей. Удалите дубли, чтобы не было такой ситуации, что один и тот же анкор может вести на разные страницы. В перелинковке это может запутать поисковую систему и у вас начнутся проблемы с аранжированием этих страниц. То есть яркий пример, у вас есть страничка, допустим, перелинковка и отдельно у нас страничка внутренние ссылки. И если я, допустим, сошлюсь на нее анкором перелинковка, что на первую, что на вторую, получается я запутаю Google, потому что он будет думать, что я его переадресовываю, а там такой же самый контент. И таким образом это может, как говорится, навредить вашему аранжированию. Старайтесь не уделять этому, как говорится, уделять этому вниманию побольше. Следующее, чему вы должны уделять внимание, это отчету по внутренней перелинковке. То есть, да, он есть, его можно посмотреть. И его можно посмотреть непосредственно в Google Webmaster. Конечно же, им можно воспользоваться внутренней перелинковкой, посмотреть через платные сервисы, допустим, как Netpeak Spider, в нем можно посмотреть. Но давайте перейдем, посмотрим правде в глаза и посмотрим непосредственно здесь. В Webmaster в разделе ссылки можно посмотреть во внутренних ссылках. Он говорит, какое количество внутренних ссылок и на какие странички они ссылаются. Весь отчет вы можете скачать и посмотреть, ага, какие-то ссылки у меня прокачаны хуже. И, соответственно, уделить им внимание. То есть, я вижу, что, допустим, в моей страничке автоклавы, в частности, всего 558 линков, в то время как самогонный аппарат и 664. Мне явно нужно заняться перелинковкой этого раздела. Для того, чтобы он начал ранжироваться лучше и поисковик понимал, что это более важный раздел. Соответственно, здесь можно смотреть, куда нужно перелинковаться и заняться этой работой. Именно таким образом вы сами себе делаете аудит. Ваша задача выровнять архитектуру внутренних ссылок между сайтом и таким образом усилить свои разделы. Чаще всего такое может быть, если у вас действительно большое количество товаров в категории, то она будет, соответственно, перелинкована лучше. И, соответственно, если у вас товаров меньше, она будет перелинкована хуже. Многие вещи решаются за счет товарной матрицы, если мы говорим про интернет-магазины. У информационных же сайтов все зависит от количества контента и перелинкованных их между собой. Следующий момент, который вы должны понимать, это то, что ссылки в перелинковке не должны находиться где-то очень глубоко в контенте. Постарайтесь их ставить где-нибудь повыше. Блоки читайте также, отлично помогают для этих целей, для перелинковки целых разделов. Либо, например, упомянуть материалы, которые вы хотите сказать, что вы их рассказывали в прошлом, сразу подчеркнуть их где-то в первых абзацах, в первых экранах вашего материала. Поэтому хлебная крошка находится всегда сверху. Многие материалы, которые позволяют перелинковать, допустим, бренды между собой интернет-магазины, находятся в видимой области. И практически мало что перелинковывается в подвале. Исключением составляет так называемый блок похожих товаров, акций, которые перелинковывают товары между собой. Зачем еще нужна внутренняя перелинковка, кроме повышения сайтов выдачи? Конечно же, она нужна для того, чтобы помочь вашему сайту в индексации. Если же у вас какой-нибудь гигантский интернет-магазин, то не все товары у вас будут в индексе. И вы будете бороться за индексацию постоянно. То есть, реально ваша товарная матрица может проходить очень долгий процесс индексации. Поэтому очень неплохо помогать индексации именно внутренней перелинковкой. Но здесь уже идет перелинковка в промышленных масштабах. То есть, как перелинковывать товары между собой. Давайте разберемся, как это делают крупные магазины. Итак, поехали. В первую очередь мы посмотрим такой интернет-магазин, как розетка. То есть, фокстрот. И обратим внимание, как у него идет перелинковка. Мы видим, в первую очередь перелинковка идет с так называемого навигационного меню. Именно в навигационном меню можно посмотреть, что все ссылки, как говорится, находятся на нужных местах. И по ним можно легко перейти. Например, мы зайдем сейчас в смарт-вом Xeon. И поэтому здесь в меню нужно проставить практически все. Мы не советуем закрывать все новым индексом в меню. Они должны быть перелинкованы и передавать вес. Поэтому смотрите внимательно. Все ссылки тут, говорится, вот можно посмотреть в коде. Все являются обычными. То есть, просто обычные ссылки, ничего не закрыто. То есть, можно посмотреть, что обычные анкоры, обычные ссылки без каких-либо костылей. То есть, там, закрывать их, там, может быть, это полезно было для других поисковых систем. Но в гугле это не нужно. Более того, нужно сообщать. Второй момент, конечно же, на что нужно обращать внимание, это ссылки в боковом меню. Про это я говорил, у меня есть большая статья. Ссылочку на статью я оставлю в описании. Например, меня интересуют смартфоны к Xiaomi. Давайте с каким-нибудь там, там, голубые. Вот, и я, по идее, должен буду попасть на вот эту страничку. Сейчас вот я вот ее нажал. Давай, давай, показать. Вот я должен буду попасть на эту страничку. Эта страничка на самом деле есть в индексе, потому что в меню она точно так же, линк на нее есть. Если мы сейчас посмотрим, вот видите, цвет голубой, она индексируется. Как же она так индексируется? Обратите внимание, я сейчас вот ее скопирую URL, вернусь обратно и попробую найти эту страничку в коде. А она в коде присутствует. То есть, мы сейчас вот уберем абсолютную ссылку. И вот она есть. Здесь она есть. В листинг сайт баре вот она есть. Это ссылочка. То есть, фактически на нее можно перейти. И поисковый робот по ней может перейти непосредственно в коде страницы. То есть, наличие внутренней странички в коде страницы достаточно для того, чтобы поисковый робот сделал эту манипуляцию и смог перейти по ней. Следующее, давайте посмотрим, это, конечно же, хлебные крошки. Интернет-магазины всегда перелинковываются через хлебные крошки. И здесь включаются не выдуманные какие-то слова, не аббревиатуры, а конкретные аж один тех страниц, на которых в данный момент находятся пользователи. И вот здесь можно делать перелинковки. Иногда бывает ситуация, что товар может соотноситься к трем-четырем категориям. Иногда такое бывает. Старайтесь сделать хлебную крошку так архитектурно, чтобы у нее не было вариантов другого местонахождения. Выбирайте какой-то один у нее универсальный вариант местонахождения. То есть, это как основной вариант местонахождения товара и второстепенный, по которому он может тоже присутствовать, как он может попадать. Но хлебная крошка формируется, конечно же, по основному. Это вот важный элемент перелинковки. Следующий момент, на что я бы обратил внимание, это похожие рекомендуемые товары. С этим товаром покупают, как вы видите. И если мы долистаем до дна, у нас тут будет покупатели тоже так же интересуются. Подобно на основе ваших запросов, то есть формата и недавно просмотренные. Но если с недавним просмотренными, не так важно. Но вот все остальные перелинковываются благодаря случайному алгоритму. Этот случайный алгоритм, конечно же, можно продумать. Например, можно в одном из блоков постоянно показывать товары, которые в этой категории, но не в индексе. Например, по какой-то причине не проиндексированы. Этого будет достаточно, чтобы они рано или поздно проиндексировались. Но этот алгоритм также должен и продавать, поэтому старайтесь не сильно шалить с этим алгоритмом, но помочь индексации точно должно. Ну и, конечно же, перелинковка, такой формат, я бы так назвал, это случайная перелинковка. Есть еще кольцевые перелинковки, но это такие вещи, которые можно, как говорится, философствовать сколько угодно, но суть остается примерно схожей. Следующий момент, можно перелинковку интернет-магазину делать из описаний товаров. Например, можно в описании линкануть целую категорию, которые, допустим, аксессуаров, например, которые здесь нет. Можно помочь перелинковке другим разделам. Или, например, аксессуары будет линковать на целую категорию. Там совместимость и двоеточие, и лупануть, какие смартфоны совместимы, и сразу лупануть, какие категории нам нужно прокачать. Это очень, как говорится, полезно. Также отлично работает перелинковка из характеристик, это бренды, допустим, жанры, киноактеры, например, если мы говорим про фильмы или книги. Точно так же это работает. Еще так работают, так называемые, собственно, теги, которые создаются в интернет-магазинах, эти вот SEO-фильтры. Эти теги тоже важно, что есть теги, которые несут SEO-шный смысл, их можно, как говорится, индексировать. Есть те, которые не несут. Те, которые несут, из них лучше собирать карту сайта полноценно и отслеживать их, и заниматься их дополнительными работами по перелинковке. Те странички, которые по факту даже не являются в поиске, не показывают никакого результата, можно, в принципе, оставить как есть, не закрывать от индекса. А если их слишком чрезмерное количество, то можно и позакрывать. Помните, что по умолчанию можно сделать закрытие для нескольких пересечений, например, вот если мы сейчас посмотрим вот такое пересечение. Давайте вот сейчас выведем вот эти два товара, посмотрим индексируемость этой странички. Видите, она индексируется. Но если я добавлю сюда еще Apple, я уверен, что вот этот вот фронтенштейн уже, нет, этот еще до сих пор индексируется. Хотя на самом деле он стал айфоном, хотя в нем еще есть Xiaomi. А, он стал по умолчанию айфоном. У розетки, например, этот алгоритм работает иначе. Если я выберу два пункта из одной категории, эта страничка закроет с noindex. Здесь же по умолчанию они решили, что все-таки я, скорее всего, искал айфон. Ну, тоже оригинальный способ, таким образом они избавляются от лишних перемещений в зону noindex. Вот, оригинально. То есть тегирование точно так же может работать по-разному, то есть, но оно работает. В любом случае человек попадает на статичную страницу, статичная страница, которая индексируется. Вы видите, вот ее конкретный canonical, забавно, что Xiaomi, а здесь айфон. Вот, каноника показывается. И здесь вот с ним оно и работает. Вот, на что еще обратить внимание? Перелинковка, это, конечно, для интернет-магазина это хорошо. Это всегда круто. Это очень сильно помогает и помогает расти любому интернет-магазину. И за счет внутренней перелинковки сайты реально растут. Просто исправление технических ошибок по перелинковке бустит сайт вне зависимости от сезона, проблем и других подобных вещей. Поэтому обращайте на этот момент внимание и старайтесь действительно уделять внимание в индексе. Даже если у вас совсем небольшое количество страниц. Ну и напоследок, конечно же, хотелось бы поговорить про ссылки, которые делаются между сайтами. И здесь мы чуть-чуть затронем серое SEO, может быть даже черное SEO. Когда делается перелинковка между вашими сайтами, которые вам нужно забустить. Например, вы создаете сеть сайтов, которые ссылаются между собой друг на дружку. Но здесь очень важно понимать, что они бывают нескольких типов. Есть так называемые натуральные ссылки, есть outreach, скросс ссылки и частные ссылки, которые вы делаете внутри своего PBN. Если с натуральными ссылками, тут говорится просто, на вас просто взяли, поставили ссылку, вы ничего с этим не делали. То есть они это сделали, они сделали это самостоятельно по своему решению. Outreach ссылки, это когда вы сделали ссылку, потому что вы попросили. Ну то есть вы разным способом попросили, либо написали целый контент туда с вашей ссылкой, либо попросили владельца поставить ссылочку на вас. И частные ссылки, здесь этот процесс полностью контролируем. То есть если здесь процесс мы не контролируем, здесь мы частично контролируем, этот процесс контролируется абсолютно полностью. Понятно, какие здесь преимущества. Это и так понятно, что поднимаются рейтинги сайта. Google видит, что идут ссылки. Ссылки идут с тематических сайтов между собой. Мы уже говорили в прошлом ролике про IT, что это полезно, это реально работает. Ну и соответственно, тут рассказывается инструкция, как это собственно делать. Мы это уже говорили. И здесь самые интересные секреты. Старайтесь линковать только уникальный контент, то есть ставьте ссылки над контент, который на вашем сайте присутствует и больше не присутствует нигде. Это реально вот полезная штука. Второй момент, это вы выбираете релевантные странички. Этот момент мы разобрали, но он делается уже в рамках не своего сайта, а соседей. То есть вы выбираете конкретный сайт соседа, который вам нужно проверить. Ну и соответственно, старайтесь делать ссылки натуральными. Не вставляйте анкор суррогат, но это само собой в перелинковке. Лучше написать решите несколько предложений адекватных, которые помогут вам. И конечно же, снабдите анкор соответствующей прелюдией, почему он должен находиться именно здесь. Не просто вставьте его, вот я поставил работу, сделал и ушел. Нет, анкоры должны быть естественными. Ну и конечно же, не устраивайте гигантское количество ссылок. Не делайте большое количество исходящих ссылок с какого-то одного сайта. Старайтесь их распределять равномерно, ну то есть если это контролируемый процесс. Если это неконтролируемый процесс, то этот пункт можно упустить. И для контролируемого процесса, то есть для ПБНок не создавайте кольцо, не залинкуйте все сайты с одного IP-шника между собой. Google просто возьмет их и уберет. Ну и конечно же, ПБНщик, все знают, что все сайты должны находиться на разных IP. И любым способом стараемся делать так, чтобы все наши сайты находились на разных IP-адресах. Это, собственно, такой вот коротенький гайд по перелинковке между такими сторонними сайтами. Если же мы говорим про перелинковку с поддомена на домен, воспринимайте ее как внутреннюю перелинковку в чистом виде. Исключение, что фактически нужно копаться уже в поддомене, когда вы ищете место, где разместить ссылочку. Чаще всего может быть проблема, что на вашем сайте гигантское количество поддомена, например, те любители, которые любили создавать региональные поддомены, они столкнутся с реальной проблемой. Поэтому поддомены лучше делать по тематике. Допустим, поддомен, посвященный блогу, поддомен, посвященный каким-то другим разделам на сайте. Вот уделяйте этому внимание. В заключение могу сказать, что перелинковка – это действительно важный процесс для вашего сайта. Его нужно проводить. Он дает результаты вне зависимости от ситуации и действительно помогает решить многие проблемы. Напомню, что это за проблема. Это проблема плохой индексации вашего ресурса, это проблема слабых позиций, проблема неправильно распределенного веса. Все эти вещи можно проанализировать, подобрать под нужные странички анкоры и, конечно же, эти анкоры проставить. Как вы видели, перелинковка бывает чисто техническая, которая делается за счет хлебной крошки, навигационного меню, блока товаров и услуг, и контентная, которая делается ручками вашим контент-менеджерам по конкретному ТЗ. Технические задания по перелинковке мы составляем довольно подробные, технические задания для программистов перелинковки мы также составляем тоже подробные. Поэтому, если вы чувствуете, что ваш сайт где-то плохо индексируется, у него проблемы с перелинковкой, здесь мы, конечно же, можем вам помочь. Потому что помогать в это трудное время нам действительно нужно. И, конечно же, если у вас будут вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. И, конечно же, я буду рад ответить на все ваши вопросы. И подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях. И до новых встреч!